This conference will now be recorded. Меня зовут Дугин Денис Алексеевич, я являюсь ведущим инженером сибирской угольной энергетической компании. В настоящий момент мы закрыли большой проект по Тугнуйской обогатительной фабрике, которая занимается обогащением угля, и вышли на производительность 2500 тонн угля. Также я веду научную деятельность в рамке проекта по профориентации юный инженер. Тоже связано с 3D и саппортом. Что касается нашего центра. Он уже 29 лет на рынке образовательных услуг. 250 преподавателей-экспертов, которые проходят стажировку и пополняют свой багаж знаний каждый год. Мы все рабочие специалисты, непосредственно работаем с теми предметами, которые мы вам считаем. Немножко про курс, а потом уже перейду также к докладу. Данный доклад проходит в рамках курса по 3D-моделированию, как я сказал. Это базовый курс, после окончания которого вы будете знать, как настраивать интерфейс, сохранять его, изменять настройки. Итак, познакомьтесь с основными параметризациями графических элементов. Я вам расскажу про методики 3D-моделирования. Мы познакомимся сначала с самой простой методикой. Это проектирование с низшей ступени к наивысшей, то есть от детали и заканчивая сборкой. Также данные курсы у нас включают в себя практические занятия, которые мы выполняем как в классе, так и дома. Данные практические занятия позволят вам закрепить навыки по созданию трехмерных моделей разными операциями, то есть вдавливание, вращение, по траектории, по сечению. Также рассмотрим пример создания трехмерной модели с добавлением стандартных элементов и плюс оформление конструкторской документации. То есть, по сути, это полный пакет, который необходим для работы на предприятии, учебном заведении, то есть от идеи до выхода конструкторской документации. Так, Александр, приветствую вас. Ну и приступим непосредственно к нашему докладу. В рамках курса по 3D студенты часто задают вопрос, как ускорить работу в компасе, на какие стоит обратить внимание моменты. Да, я рассказываю об этом, привожу примеры, но вот такого полного объемного урока я не даю, в связи с чем был создан вот этот семинар. Вот, что мы рассмотрим сейчас. Это что такое большая сборка, понимание, какие критерии сложности сборки. Потом рассмотрим два больших раздела. Это по ускорению работы в компасе 3D, программная часть и аппаратная. Программная подразумевает под собой, что вы с помощью определенных настроек и функционала самой программы как-то ухитряетесь ускорить работу со сборочками. Аппаратная же часть сводится к тому, что вам необходимо подобрать нужный комплект железа. Материнскую плату, видеокарту, жесткий диск и так далее. Ну и в конце, конечно, подведем итоги. Вы мне зададите вопросы, я вам задам вопросы, чтобы у нас был какой-то диалог. Коллеги, попрошу включить микрофон, чтобы не было фона в эфире и все вопросы в чате. Ну давайте приступать. Большая сборка. На данном слайде у нас представлено три картиночки. Да, у нас есть картиночка уплотнителя полигонов. 31 тысячи деталей. Есть главный перекачивающий агрегат. Почти 68 деталей. Есть вот такая стоечка, в которой меньше тысячи деталей. Я не случайно привел эти три компонента. С точки зрения компаса, что уплотнитель, что перекачивающий агрегат, что стойка большие. Да, вы можете сказать, ну почему количество деталей-то разнится. На самом деле для нас большая сборка – это сборка, при которой в среде компаса 3D наступает дискомфорт в плане быстродействия. Это имеется в виду, что поворот 3D модели, то есть она начинает подвисать, не реагирует на курсор мышки и так далее. Если же с крайними двумя картиночками понятно, много деталей, много подсборок, балтиков, гаечек, все логично, то со стойкой, я прошу вас обратить внимание, присутствует вот такая зернистость. На самом деле это не зернистость, а сетка. То есть была задача защитить оборудование внутри стойки сеткой. Да, это обычная сетка радица, порежиссованная, состоящая из отдельных проволочек. Но так как я увеличил число деталей, увеличил число граней, линий, это все повлияло на процесс поворота моей детали. Что может повлиять на быстродействие в компасе? Также выделил несколько пунктов, давайте с ними разберемся. Первый пункт. Количество компонентов, свойств, исполнение объектов в дереве, уровень вложений. Это логично. То есть когда мы работаем с большой сборкой, в ней есть подсборки. В подсборке есть еще детали, еще сборочки, есть какие-то стандартные элементы. Да, это логично. Что касается степени проработки. Что касается степени проработки. То есть когда вы загружаете полностью всю деталь, всю сборку, каждый элемент в ней прорисован отдельно. Я расскажу потом, как это ускорить, но для больших сборок рекомендуется просто добавлять компоненты, скажем, в других форматах. То есть степ, и джест и так далее, чтобы без сохранения дерева построения. Сложность поверхности. Как раз таки то, что я вам рассказал про стойку, которая находилась в решетке. Я вам сказал, что каждая нитка была прорисована, то есть каждый поворот, каждая линия, каждая грань. Все вот эти грани компасу приходится прорабатывать у себя в процессоре. Поэтому либо же можно не использовать сетку, а заменить, скажем, ее на лист. И условно сказать, что это сетка, сделать его прозрачно. Либо же нанести некие отверстия. Точность отрисовки. Что можно сюда включить? Например, также в сборках вы вставляете стандартный элемент. Болтовые, соединения винтовые и так далее. Согласитесь, в конечной сборке вы поставили болтики, гаечки, винтики. Ее можно покрутить, спецификацию все это выгрузить. Все очень удобно. Но когда вы работаете с ней как конструктор, например, хотите добавить усиление, посмотреть, есть ли нет коллизий. Зачем вам вот эти болтики и винтики? Их можно скрыть, либо исключить из расчета. То есть машина их не видит, вы их не видите, сборка становится легче. Ну и, конечно, структура файлов сборки. Я немножко забегу вперед. Начиная с 18-й версии компаса, структура хранения файлов изменилась. И рекомендуется сейчас все ваши сборки, детальки переводить в актуальную версию, 18-19. Это также повлияет на быстродействие ваших сборок. Я сейчас рассказал, что влияет на сложность сборки в плане быстродействия. Приступим тогда ко второй части. Этот большой раздел, непосредственно который служит для ускорения компаса 3D. Разделены они, как вы видите, на две части. Программная часть и аппаратная. Повторюсь еще раз. Программная часть предполагает использование настроек, функции самой программы, которая позволяет увеличить быстродействие. Аппаратная же часть – это ускорение за счет железа, видеокарты, процессоры и так далее. Начнем с программной части. И первое, что можно сделать, это макеты. Обратите внимание, здесь представлены две картинки у меня. Это натяжная станция конвейера. С левой стороны представлена полностью сборка, так подписано, полная сборка. Здесь прорисован кожух, барабан, по которому движется лента, скребок, рама, люк и так далее. Сборка большая. И на этой сборке могут работать два человека, три человека и больше. Например, один инженер у нас занимается разработкой силовой рамы. И ему вот эта часть, где нарисован кожух, не нужна. Поэтому в сборках рекомендуется использовать такие элементы, как макет. То есть я полностью подгрузил сюда габарит кожуха. При этом он сохраняет все свойства, которые были прописаны для деталей и для сборки. Данный макет представляет из себя тонкостенный элемент, который ничего не весит. И второй инженер, который создает раму, может видеть габарит. Здесь могут быть представлены также и узлы крепления. И рассматривая макет, продолжает создание вот этой конструктивной рамы. Данный способ удобен при работе с действительно большими сборками. И также это позволяет разделять задачи между двумя, тремя и более людьми. Кто-то делает раму, кто-то кожух, кто-то механику и так далее. Типы загрузки. Также представлены несколько картинок. Все той же самой головы сброса конвейера. И указаны типы загрузок. Представлены они от наибольшей детализированной, то есть полной, до пустой. То есть пустая предполагает, что полностью все скрыто. Загрузки бывают полные. То есть это загрузка, когда мы полностью видим все детали, все сборки, винтики, гаечки и так далее. Упрощенная. Я специально ее вынес в отдельное окно. Обратите внимание, что упрощенного вида нету деревопостроения. Как можно увидеть здесь, нет ни системы координат, ни компонентов, ничего. Данный тип загрузки рекомендуется использовать главным инженером проекта, скажем, руководителем группы, ведущим инженером. То есть данный тип загрузки удобно использовать для поиска коллизий. То есть когда подгружается сборка как оболочка в тонкостенных элементах и видны пересечения. Частичная загрузка. Она наподобие упрощенной, также не имеет деревопостроения, не имеет никаких вложений, по сути просто корпус. Но в отличие от упрощенного типа загрузки к частичному, можно добавить отверстие сделать, можно бабышки нарисовать, можно снять фаски. То есть поддается какому-нибудь редактированию. Следующий тип загрузки – это габарит. Представлен на нижней левой картинке. Обратите внимание, что серым прямоугольником как раз таки отображается габарит нашего кожуха. Данный тип загрузки удобно использовать, когда вы работаете с другим элементом, да, и вам необходимо понимание геометрии просто. Да, то рекомендуется его использовать. По умолчанию данный тип загрузки включен в компасе. Я на занятиях показываю, как его отключить, чтобы первые детали можно было видеть и грани, и отверстия, и так далее. Ну и последний тип загрузки – это пустой. Самый распространенный. По сути мы отключили всю сборку вот этого кожуха. И видим с вами только раму и составляющие данной сбрасывающей головы. Следующий момент – это чертежи. Начиная с 18 версии, в компасе появилась такая функция, которая позволяет перестраивать виды на чертежах не полностью, а по отдельности. Да, я помню, раньше мы нажимали клавишу F5, чертеж, скажем, на 4 страницы, и приходилось долго ждать. Чем сейчас это удобно? Например, вы делаете какой-нибудь выносной вид, в котором вам надо поправить какие-нибудь 2-3 миллиметра, скажем, для резьбы. Да, либо там фасочку нужно добавить, чтобы не задевал. Да, пока вы работаете с этим видом, в модельки быстренько внесли изменения, выбрали вид, да, обновили, все хорошо. После того, как вся работа была проделана, уже можно обновить целиком, полностью весь чертеж. То есть это также влияет на скорость работы. Также, что касается чертежей. Это черновое проецирование. Обратите внимание, я внизу указал путь, где находится данная команда. Она автоматически включена всегда. Что это означает? Например, вы делаете деталь для литья. Как мы знаем, детали для литья имеют очень много плавных переходов, закруглений. Либо же вы делаете какой-нибудь элемент из листового материала. Вам также необходимо указывать радиус гибки, переходов. И когда вы создаете детали чертеж, вот эти тоненькие линии, которыми показываются переходы от одного радиуса к другому, либо от прямого участка к скруглению, на чертеже они не отображаются. Потому что всегда включена вот эта команда, черновое проецирование. И нам приходилось через параметры вида ставить галочку, чтобы отображались переходы. Для того, чтобы не делать, можно отключить черновое проецирование. Но это, как следствие, повлияет на быстродействие. Так, ну и, наверное, самое интересное – это подход к проектированию. В настоящий момент у нас в специалисте есть два курса, которые посвящены 3D-моделированию. Первый – это так называется 3D-моделирование, второй называется оборудование. В одном курсе, который стартует через неделю, будет рассматриваться проектирование снизу вверх. То есть, когда мы создаем каждую детальку в отдельном файле, после чего ее добавляем, скажем, в подборку, собираем с помощью сопряжений и так далее. Добавляем высшую стоящую сборку и в конце получаем конечный элемент. Такой подход удобен, если вы работаете один над проектом, то есть у вас сборка небольшая, там детали 100. Это удобно, то есть вы полностью контролируете весь процесс. Но, к сожалению, есть минусы. То есть, если у вас файл открыт, никто не сможет другой открыть, его отредактировать, то есть командная работа не получает. На втором курсе 3D-оборудования мы рассматриваем наоборот, проектирование сверху вниз. Данный подход удобен, когда вы работаете над большим проектом. То есть он подразумевает собой, что есть главный инженер, либо начальник группы, который получает задание в головной сборке. В головной сборке именно. Создает подсборки с какой-нибудь пространственной геометрией. Скажем, разводка труб подключения. Может добавить, где какое оборудование стоит. Причем он не полностью его прорисовывает, а использует оболочки, либо пространственные кривые. Затем задание раздает инженерам, которые находятся ниже, скажем, начальникам отдела. Они рассматривают каждую свою часть, выгружают эти подсборки. И в конечном итоге на каждом этапе получают задание какой-нибудь конкретный инженер. При этом все участники данного процесса могут работать в сборках одновременно. Кто-то делает детали, кто-то правит сборку. И в конечном итоге, подгружая уже вместо оболочек и пространственной геометрии реальные твердотельные модели, они получают готовую сборку. Также во время проектирования сверху вниз можно устранять коллизии и выдавать задания другим участникам данного процесса. При этом сокращается число сборок и, как следствие, объем информации, которую необходимо прорабатывать компасом, когда он вращает сборочную модель. Давайте рассмотрим на примере. Вот то, что я вам в самом начале рассказал. Главный инженер накидал сначала пространственную раму, габариты обозначил в разных подсборках, после чего каждую подсборку отправил руководителям данного направления. Кто-то делает кожух, кто-то делает раму, но они, в свою очередь, все ниже и ниже опустили до инженера. При этом главный инженер, открывая свою сборку, может наблюдать, какие изменения происходят. Может, например, выдать задание, как я говорил, например, вот здесь смотровой люк. Обозначить его, он отобразится в оболочках подсборки у начальника группы. Ну и так далее. То есть это удобно использовать для редактирования. Ну и еще несколько нововведений. Ascon настоятельно рекомендует использовать актуальные версии для работы. С чем это связано? Тем, что с выходом каждой новой версии они меняют не только цифру после названия компас, но и серьезно работают над способом сохранения файлов, а также убыстряют те функции, которые мы часто используем. Сейчас удалось ускорить такие функции, как сохранение, перестроение, создание чертежей, создание ассоциативных видов. Также с 18 версии компас начал поддерживать многоядерность. То есть раньше все на одном было, а теперь уже актуально многоядерный процессор использовать. На что это повлияло? Ну, конечно же, это на расчеты WPM-FPM, аэродинамика, расчет массоцентровочных характеристик, ну и, как следствие, также рендер. Следующий сайт я вам рекомендую. Либо сделать спринт-скрин, либо сфотографировать его на телефон, потому что здесь представлена шпаргалка, которая позволяет с помощью настроек непосредственно самого компаса увеличить его быстродействие. Хочу отметить такой внизу фактор влияния – это автосохранение. Да, действительно, автосохранением нужно быть достаточно аккуратным. Я его на лекциях показываю, где он находится, как его настраивать. Некоторые студенты там «можно через 5 минут сохранить?» Говорят, да, конечно, можно. Но не стоит забывать, что через каждые 5 минут система будет останавливаться, сохранять все, что вы сделали, и потом снова включаться в работу. Поэтому стоит минут 15-20 – это оптимально. Я служу по своей работе. Так, спринт-скрин сделали? Ну, и хорошо. Двигаемся дальше. Дальше переходим к аппаратной части, то есть к рекомендации, к железу. Здесь представлены буковками системные характеристики для компьютера. Да, S указаны самые простые характеристики у компьютера, которые есть. И буковками XXL указаны рекомендуемые характеристики для компьютера для работы с большими сборками. Да, как вы можете заметить, что у компьютера с буковкой S разрядность 8.6, либо 64. Тактовая частота процессора, объем оперативной памяти определяется просто характеристиками материнской платы, если есть видеокарта, то есть это незначительный. Данные характеристики компьютера подойдут для работы с небольшими сборками штучек, 20 деталей простого исполнения, будут хорошо вращаться, можно будет добавлять и стандартные элементы. Да, то есть домашнее использование в качестве тренировки сойдет. XXL, ну здесь, конечно, представлено 64 разрядная, есть тактовая частота, большая, объем оперативной памяти, мониторы, SSD. Это для сбора, когда вы проектируете целиком завод со всеми балками, со всеми болтами, трубопроводами, оборудованием. Действительно серьезная машина для больших сборок, для рендера, либо уже когда собирают конечный элемент. Я сам пользуюсь, то есть для работы я использую компьютер с характеристиками L. У меня обычный ноутбук, да, с разрядом 64, тактовой частотой. В качестве дополнения, для хорошей работы на предприятии, для работы на каких-нибудь объектах, когда вызывает, я бы добавил монитор, как здесь указано, действительно, и диск SSD, твердотельный. Это также повлияет на работу. Что касается процессоров. Здесь представлены процессоры, которые используются, как я ранее говорил, для больших сборов, когда проектируется целиком завод, Intel-овские, либо AMD-шные, 8-го, 9-го поколения, то есть достаточно серьезные. У Ascon есть отдельная статья, которая состоит из трех частей, где прописаны, как они тестили эти процессоры, шкала производительности и так далее. У себя на компьютере я использую Intel Core i7 7-го поколения. Мне это позволяет работать на двух мониторах и делать достаточно сложные сборки. Ну и по видеокартам. Здесь также представлены достаточно серьезные видеокарточки для больших сборок. У Ascon также есть статья, как они тестили видеокарты. Это что касается аппаратной части. Ну хорошо, подведем итоги данного доклада. Смотрите, здесь представлено пять шагов. Это пересохранить копию проекта в версию 18. Это подразумевает под собой сохранение не только сборки, под сборок, деталей, стандартных элементов, из-под груди этих заново. Настроить компас 3D, как я вам показал на шпаргалочке. Использовать специальную функциональность, помните, стили загрузки, полный, частичный, упрощенный и так далее. И пересмотреть методику работы. Необходимо проделать сначала вот эти четыре шага. Возможно, это позволит ускорить производительность компаса до того уровня, который вам необходим. И уже потом покупать новое железо, новые видеокарты, процессоры и так далее. Если же вы еще работаете в старых версиях, 18, 16, 12, то стоит к первым четырем шагам добавить еще шаг 0. То есть установить актуальную версию компас, 18, 19, пересохранить все пересохранить все компоненты, все сборки, подсборки, возможно, достаточно будет первого шага для ускорения. Давайте еще чуть-чуть, и тогда я отвечу на ваши вопросы. Немножко про курс. Я выделил его таким цветом морской волны. Он расположен между компас график и компас оборудован. То есть это базовый курс по 3D-моделированию. Находится в разделе у нас САПР. И продолжительность его составляет 32 академических часа. Как я говорил ранее, курса достаточно для того, чтобы понять структуру компаса, разобраться с его интерфейсом, потренироваться, использовать основные методики построения, то есть операции вращения, выдавливания, посечения по траектории и так далее. Создать спецификацию, чертежи, поработать со сборками. То есть полный пакет знаний, который необходим для работы. кому будет полезно. Не буду сразу забегать. Полезно будет для учебных заведений, школы, вузы, дополнительное образование. Тот же Kids Skills, Work Skills, Junior Skills, там всевозможные соревнования города Москвы, области и других областей, регионов. проводятся в Компасе проектные институты. Что подразумевает здесь технологический отдел, потому что включают трубопроводы, ТХНщики, нестандартное оборудование, архитектурно-строительное отделы, потому что присутствуют библиотеки для работы металлоконструкции, площадок и так далее. И последней, достаточно большая группа, это предприятия легкой и тяжелой промышленности. Инженерно-технический состав, не случайно выделил. Позволяет создавать кронштейны, оси, валы, производить прочностной расчет. Достаточно большой список функций, которые можно выполнить в данном продукте. Хорошо. Давайте поговорим. То есть я слушаю вас. Есть ли вопросы? Можно их говорить с помощью микрофона либо писать в общий чат. макет. Скажите, пожалуйста, о макете. Насколько подробно можно прорисовывать? Макет получается с существующей сборки либо деталей. Если вы выберете все грани, все отверстия, они так отобразятся на макете. То есть мой макет я выбрал просто наибольшие поверхности, как было видно. А так в любой детализации, которая вам нужна. То есть я сама иду по дереву и выбираю это отражать, это не отражать, да? Да. Спасибо. Также вот вы сказали про макеты. Можно использовать не макет, а сохранить сборку в формате и чест либо степ и подгрузить ее в другую сборку. Она будет добавлена как деталь без истории построения. Почему бы это не было? Спасибо большое. Я сейчас это запишу. Формат EGIS, да? Ну, EGIS, Step, Parasolid. Это эти промежуточные форматы. А у нас какой удобнее компасу работать из этих EGIS, Parasolid. EGIS? EGIS и Step. Ага, спасибо большое. СТЛ я не рекомендую использовать, потому что он подгружает очень много поверхностей типов точек. Например, СТЛ файл может весить 3 мегабайта, а когда он его перестраивает до 60-х этот файл лучше использовать для построения на 3D-принтере. Понятно. Спасибо. А вот когда я вот эту модель EGIS, я ее должна вот сохранила по сборку в формате EGIS, а я дальше ее должна по новой вводить в деталь, или я просто в загрузке указываю на другой файл вместо сборки? Нет, вы ее сначала добавляете в компас, чтобы он ее в свой формат перевед, а потом можете уже подгружать в сборку. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. И я также жду от вас вопросы. Последний мой слайд. Здесь представлены ближайшие курсы, когда начинается проектирование. Это базовое 3D-моделирование. И с 23 числа у нас компас 3D-оборудование. Это новый курс, мы здесь уже рассматриваем трубопроводы, пространственную геометрию, как ее можно использовать, металлоконструкции, немного поговорим прочностной расчет, уже посерьезнее будет работать. Также вы можете его использовать QR-кодом для перехода на сайт. Хорошо, коллеги, вопросы еще есть? Вроде все понятно, спасибо большое. Очень так, ну, доступно и очень даже успевали записывать. Так что спасибо большое. Спасибо. Александр, я в принципе запись вебинара вел, я ее сохраню, я вам рекомендую обратиться уже к менеджерам. специалистам, они вам пришлют ее. Спасибо. А так всех жду у себя на курсах. до свидания. До свидания. До свидания. Так, Сергей, Александр. Александр, вы слышали, я предупреждал ваш вопрос, что рассылку через менеджеров можно будет получить. София, пожалуйста.